И снова хакеры. Вашингтон-Пост опубликовала сенсационную статью. Как утверждается в издании, энергетика США уязвима. Десяток американских электростанций недавно атаковали через сеть. Кого в этом подозревают? И что же все-таки Трамп и Путин сказали друг другу о кибератаках? Дмитрий Анопченко знает детали. Публикация, которая вызывает тревогу. В руках хакеров новый вид оружия, нарушающий работу электросетей. Власти не очень-то и хотели это разглашать, но были взломаны компьютерные сети 10 американских электростанций, в том числе и атомной, Волфкрик в Канзасе. В большинстве случаев взломщики не добрались до систем управления генераторами и турбинами, но ведь это дело времени. Специалисты по кибербезопасности тогда сказали, не знают, кто стоит за атаками, какая группировка или страна. Но Вашингтон-Пост, ссылаясь на сведения высокопоставленных американских чиновников, пишет теперь, виновны российские хакеры, которые работают на правительство. Эта публикация, намеренная или нет, только подлила масло в огонь. Ведь в Америке и без того серьезнейшие споры по поводу недавней встречи Трампа и Путина. И все с подачи Нью-Йорк Таймс, когда страна узнала, что якобы два президента 40 минут обсуждали вопрос кибервмешательства России в американские выборы. И по данным газеты, обстановка была настолько сложной, что до криков доходило. Поверил ли Трамп Путину, что Россия тут ни при чем? Вот каким вопросом задаются сейчас американские журналисты. Советники президента больше суток избегали это комментировать. Пока в эфире Fox News официальную позицию не обнародовал Райнс Прибас, шеф аппарата Белого дома. Мол, эта тема поднималась в Гамбурге два или три раза. Путин действительно заверял Трампа, что Москва не виновата. Но президент этому абсолютно не поверил. Да, он считает, что Россия, вероятно, совершала все эти действия, о которых мы говорим. Он также верит, что и другие страны тоже это делали. Он говорил, и это привело прессу в бешенство, но это установленный факт, что и другие тоже вмешивались. Это правда. Китай это делал, та же Северная Корея. В тот же день, только уже в эфире CNN, посол США при объединенных нациях Ники Хейли, озвучила еще более жесткую формулировку. Мол, Америка в принципе никогда не доверится России по поводу кибербезопасности. Мы не можем доверять России, никогда не будем доверять России. Но тех, кому не веришь, стоит держать поближе, чтобы были под надзором. Понятно, что такие люди настолько громкие заявления не делают без одобрения на самом высоком уровне. И глядя на эту ситуацию, американская пресса сегодня пишет, что происходящее очень уж похоже на традиционную игру плохого и хорошего полицейского. Мол, Дональд Трамп в ходе переговоров. Добрый коп, его команда теперь намеренно играет противоположную роль. Ну а истина, как водится, где-то посередине. Но обнаруженная сейчас уязвимость тепловых и атомных станций больше не вопрос большой политики, а реальной опасности. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok